Люда сразу заметила и Наталья, что мне чего-то не хватает. Как вы думаете, что мне не хватает? Ну, кроме Саши, конечно. Рюкзака не хватает. А Наталья нагло сказала, какая-то ты недоделанная. Без рюкзака. Так, Наталья, берем с тобой одну тележку на двоих? Давай. Люда побежала, дала нам 20 минут. Все. Главное, только два майонеза. А мне еще чай каркаде и лепешечки для шавермы. Все, Наталья. Наталья, ну ты держи. У тебя три майонеза, они будут тяжелыми. Держи. Мне же надо снимать, поэтому мне неудобно тащить тележку. Тюльпаны. 25 штук, 349 рублей. Акция. Какая красота. Пока не вижу. Выдыхай. Не суетись. У нас же немного планов. Это же было. Невыдумные истории. Леница параллельного мира. Это было, Наталья. Да. Так что видишь, как хорошо, что мы приехали и ты узнала, что обновок нет. Садовник. Журнал. 129. Я пойду к чаю. Можно. Смотри. Моей любимой бизнес-леди, Анна. Я тебя люблю. У нас 20 минут, уже 19. Наталья, если ты увидишь длинные спички, пожалуйста, вот знаешь, как, я не знаю, как они называются. Каминные спички мне надо. Здесь вот всякие разные радости для дня рождения. Но пока нам не надо. Так, телезритель ты любишь. Может, вдруг вы без меня поедете, и вдруг я решу вам доверить. Покупку для тебя журнала, да? Да. Он очень удобный. Хорошо. Ты главное фотки присылай, чтобы мы не перепутали. Положу пока, ладно, свой зонтик. Да, туда. Пошли. Мне только чай. А ещё лепёшки, печенье, сушки, чай. Вот чай. Наверняка там каркаде будет. Хорошо, они написали. Да, это удобно. Это очень удобно. Чай зелёный. 90. Чай мелколистовой. Ой, что это за такая цена? 311 рублей. Ягодная лукошка. Тысяча вторая ночь. Граф Орлов. По 70. Английский фаворит. 183. Чай чёрный. 139. Ты нашла что-нибудь? Я для себя какао нашла. Я его очень люблю. По чём? Какао, какао. Вот здесь? Вот здесь? Вот этот вот я уже сила, мне понравился. Ага. Что ещё выбрала? А ещё выбрала вот этот вот. Ага. И вот те дешёвые за 26. Ну, хорошо. Давай всё-таки найдём, пожалуйста, этот каркаде. Странно, да. Раньше было много каркаде. Сейчас ни одного не встретили пока. Ни среди дешёвых, ни среди дорогих. Чёрный, с ароматом бергамота. 214. И вот. А, спасибо. Только это, я бы без него не нашла. Хорошо, что ты сказала попросить молодого человека. Отлично. Да, я возьму пока одну. Приживётся. Да, да, вот, и там наверху, и вот. Каркаде, товарищи, это очень хороший чай, говорят. Ну, я попробую его в гриб добавлять. Теперь за майонезом. Да, пакетики нужны? Я всё время, я больная до пакетиков. У меня всё в пакетиках. Пакетики в пакетиках. Ещё раз в пакетиках. Я одну серию Масейни такое видела. Когда он принёс там целую гору пакетов. Когда распаковали, она говорит, посмотри, вот это гора пустых пакетов, а вот это фигня, которую ты принёс. Двадцать восемь рублей. Кастрюля круглая. Триста девяносто девять и двести девяносто девять. Наверное, так. Пятьсот двадцать четыре. Триста девяносто восемь. А вот зачем вот они сюда притащили бутылку вина? Мне кажется, это вино. Странно. Она вообще не к месту. Наверное, шли-шли, потом передумали покупать антистресс. А может, решили более крепкий антистресс купить. Чайнички. Пошли быстро. Лепёшки возьмём. Давай ещё посмотрим кружечки и салатнички. Двести четыре. Ты железную уже покупала. Пошли дальше. А мне мало одной? Это ты хорошо попала, да? Ой. Как Маша сейчас делает, так. А ты пахнет твою? Ведь хорошо пахнет. Совершенно. Ой, а это как странно. Ой, она лимоном каким-то. Цитранелло. Жесть. Она даже убивает вообще всё. Даже этих комаров. Может, даже коронавирус. Ну, тогда точно возьму. Бедный ракушек. Ой, а смотри. Для мужчин. В детстве сила. Питать выше всех. 129 стоят такие пожелания. Мотиваторы. Наталья, ну давай не сбиваться с пути. Ну, что ж такое-то? Он Люда сразу побежала, знает, куда бежать. А мы всё как маленькие, не знаем, куда бежать. Давай, давай. Держи. Путь. А вот это невестка моя, Люда, побежала. Ты её видел? Давай, счастливо. О, с соседями. Где встретиться с соседями? Как не в ленте. Сейчас это самое интересное дело. В ленте встречаться. Вот здесь где-то были эти лепёшки. Я хотела купить лепёшки, типа, для... О, опять Люда. Стой. Это опять ты. Стой. Это опять ты. Так всё, нету. Нету. Нет. Пошли к майонезикам. Нет моих булок. Нет, нет моих булок. И вообще вредно. Я от булок отказываюсь. Я бы уже отказалась. Если бы не ты. Во всём виноваты все. А ты в первую очередь. Я так устала, что защищаться нету всей. Ну ты же, Люди, говорила. Я бы давно перестала есть булки, если бы не Иринка. Это она меня ими кормит и заставляет покупать. И вот я тоже самое говорю. Мандарины 163, однако. А 163 чего? Ну 163, однако. Лимоны Узбекистана одна штука, 84. Опять же, однако. Хорошенькие такие. Красота. Одна штука, 84. Обалдеть. Обалдеть. А может, надо повешивать? Это что называется? А, так. Лимоны Узбекистан. Указано за одну штуку. Не надо взвешивать, наверное. Не знаю. Так, а Лимон Узбекистанский где здесь? Нету. У него номер 25. Я не знаю. Попробуй тогда по номеру выбери. А как? Не знаю. Дикие люди. Попробую сюда, значит. Так, 21. Там было 25. 25 груши. Нет, что-то 25 груши. Что-то не то. Слушай, может не судьба? Лимон, ну извини. Хотели мы тебя выкупить. Из плена. А может, попросить помощи? Ну, попроси. Их не надо оказывать. Это я нечаянно про грушу 25 прочитала. Я ошиблась. А так, смотри. Лимонные. 283. Можно взять. У нас-то по 450. Так, возьму 4 лимончика. 42 номер на весах. Давай. 42 номер на весах. Вот там номера. 41 до 50. Теперь 42. На сколько у меня вышло? На 143. Одно. Но я тут тоже сейчас, наверное, возьму лимончик. Попробовать мне. Мандарины. Ты делаешь каждый день тебе это. Да, соки, соки делаю. Прошу сотрудника севы для гастронома, а теперь подойдите. Мандарины 96. 90. Мандарины, Наташа, за 96 не хочешь? Я хочу. Заинтриговал меня этот чудный лимончик дорогой за 80. Сейчас куплю один. Какой, Наталья, самый большой? Надо же уж брать, так брать. Вот этот вроде крепенький. Не самый большой, но крепенький. Да? Да. Ладно, пошли по твоим делам. За твоим майонезом. Пельмешки с чем? Картофельные, с грибами. Вообще. Рай, ничего можно не делать. Все уже сделано. Да. Нужно только деньги зарабатывать. А все остальное для тебя сделают. Все, что хочешь, соберут. Пожарят, смешают. Какие огромные. Папа может. Сыр с грецким орехом. Сыр с томатом и базиликом. 299, 350 грамм. С томатом и базиликом может попробовать. Масло сливочное. 249. Традиционное. Масло же всегда идет. Можно его взять, наверное. 400 грамм. Мы пошли расплачиваться. И будем ее вызывать. Только из свежих сливок. Я кашку иногда утром делаю. Или бутербродики. Намазываю масло на булочку. Мы с ней параллельно расплачивались. Вон она. На детской кассе расплачивалась. А я собиралась ей звонить. Да, мы сейчас упакуемся. Сходила, называется, за каркады. Опять тысяча рублей практически. 900 с чем-то. Ну что ж такое-то? Ну как так-то? Почему я не умею-то? А у меня полторы. И все надо. Все надо. Все прямо просто необходимое. Первая необходимость. По нам уже скучают. Очень приятно. Опять стоянка заполнена, переполнена. Опять люди встретились. Опять ты. Мы все вовремя, синхронно. Мы дисциплинированные. Я сходила за каркады. На тысячу рублей, да, типа. 60 рублей каркады, а остальное опять что-то. Два майонеза, программка и... А что вы на тысячу взяли? Ну вот мне сырок захотелось такой попробовать. Попробуем, да? Наверное, тысячу и стоит. Я думаю, да. Нет, ну рублей 300 стоит. Ну так, всего по чуть-чуть. А, лимон. Люда, 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 Люда. Подожди. Вот этот, вот эта штучка по... Так, вот это, вот эти лимоны по 200, по-моему, 60 или 280. А один... А вот этот... Узбекский, узбекистанский, 80. Какой-то он такой интересный. Будем пробовать. Мы еще для гриба для нашего сделаем. Вот каркадес с узбекистанским лимоном, особенный чай. Я думаю, ему понравится, питомцу понравится. А ты? Я все... Все по списку, да? Я все по списку, не больше списка. Я более крупные не сумму, не хожу в магазин. Ну ты просто реже ходишь в магазин. Мы-то... У меня детская дорогая. Детская, да, еще. Ой, сколько народу. Давно я такого не видела, чтобы столько народу было так. Наталья, дай санитайзер. Чуточку. Капни мне. Ой. Давай, сейчас. Ага, все. Да. У тебя там гольный спирт, Наталья? Охлаждай. Ой, тут омывайка зимняя. Омывайка зимняя. Ну, они так и трое уровень. Слушай, а может они так и правда сделали? Разлили эти омывайки по маленьким? А я... А ты гордишься. Я понимаю за такую цену. Ты лучше вот этим боярышникам что сказали в аптеке за 40 рублей покупать. Вот ты и мойся боярышником. Ну, все так же ты дешевая омывайка воняет. Слушай, а может правда какой-нибудь подпольный цех? Я не знаю, я не утверждаю, что это глупо. Ну, знаешь, ложечки найдутся, а осадочек останется. Да, может быть это стопроцентный медицинский спирт. А уже мы засомневались. Сильно жестоко пахнет. Сильно жестоко. Кто производитель? Отзывы по ним почитайте. Мне зрители прислали, что можно заказать тот, какой в Дикси нам понравился санитайзер Наталья. Да, он так пахнет хорошо. Сперва спиртом, а потом духами. Угу. И там он календула, экстракт календула. И почему-то в 80-е годы она понимает. Да. На 50-40. Мама, тебе что сказала? У тебя, что там, ты как челка, как из 70-х годов. А ты говоришь, мама, да я и сама из 70-х годов. Ну, в общем, да. 72-го года рождения. Мама. Мы всей тебе добра желаем. Мы тебя все хотим переделать. Давай быстро переделывайся. Давай я слева. Да. Не переделать, а подкорректировать. Подкорректировать, да. Улучшить. Оттюнинговать. Что-то уточек нету. А у нас, кстати, за поликлиникой уточки есть. Там в каком-то ручейке. Видела парочку. И одну отдельно девочку. Ну что, Наталья? Ну, уже поздно. Пойду я домой. Да? А ты должна меня останавливать. Куда так рано собралась? Куда так рано? Куда так рано-то? Ну, оставайся, оставайся. Это как Масяне нам нравится эта серия. Нет, пойду я. Я пойду. Хе-хе. Оставайся. Да нет, я пойду. Оставайся. Ага. Ну, оставайся. Да я пойду. Давай, сейчас, давай. Да поздно уже. Да я пойду уже поздно. Не, ага. Да нет. Уже поздно я пойду. Ой, не везет, как всегда. Так, не, я пойду. Она все ждет, ждет, когда он ее еще дольше поуговаривает. Ну, нам девочкам нравится, когда нас уговаривают. А он говорит, ну иди, дура. Как он ей сказал? Ну, нет, он все-таки поуговаривал. Я бы осталась. Так, ладно, Иринка, ой, ой, ой. Ну, давай, я не буду тебя обнимать. Долгие проводы, лишние слезы. Иди давай. Иди давай. Я и так была рада с тобой, горячо любимой сестрой, полдня провести. Ой, да, насыщенный денечек. Да. Я как раз месяц назад была в такой большой наружу. Так, загвонимся, спишемся. Да, 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 да. Спасибо огромное. Давай, пока-пока, люди, спасибо. Я ничего не порушила. Мне-то чего? Да вроде ничего. Ну, а ничего не стерла. Наталья все какие-то программы у себя в телефоне удаляет. А потом бац, все оказывается стерто. Вконтакте, еще что-то. Вот зачем она это удаляет. А сейчас вот приходило, чтобы Сережа помог восстановить. Они даже растерялись. Как можно, говорит, так все это поудалять? Какие-то базовые там. Она смогла. Молодой, пытливый ум. Давно и не была в нашем поселке вечером. Новый санитазер поставили. Новый санитазер? Это же фирма, да, но другая бутылка. Да что ты. Светленькая, да. Пойдем смотреть от Алии все развлечение. Я правда вечером не помню уже, когда вечером вообще по своему поселку ходила. По своей деревне. Ой, мамочка. Тихо, тихо. Что-то меня тут между машинами закружило. Вот. Ну все, дорогие друзья. Наверное, все новости закончились. Часов восемь уже, день подходит к концу. Будем ужинать и спать. Всем счастья, здоровья, добра, процветания, радости и гармонии. Вот. Дзена. Перетерпеть эту карму, и все будет хорошо.